Субтитры делал DimaTorzok 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 И самое красное проявление, в результате общей коронавирусовщики, спецслужб сработали, целый сфер, который продолжал в течение всей его жизни и сегодня, чтобы услышать из тех педагогов, которые были. Товарищ Евгеньевич, уже когда был студентом, тот, кто помнит это у меня, был очень широкий музыкант. Очень, как раз, очень хорошо он был сранан в этой маленькой письме, его же интересовалось все подлинное, все настоящее. Он освоил гитару. К сожалению, вот в этих зависях, конечно, это было просто несчастным случаем, когда начался его победить. Очень тяжелые физиумы. На гитаре еще мог, когда играет параллельный ход, без труб. А фруклянного мужа, он был блестящий пианист еще, и академический, джазовый и так далее. Не любил песни, самые разные песни. У меня был тот человек, который очень остро ощущал современную музыку, афермическую музыку, усталый, но я с высечайшим профессионалом. Вот в книге, в его статье по инструментовке, я воспользуюсь между предыдущих наших основателями, предыдущих наших параллельных студентов, международных студентов, Геннадий Банфин, и уже есть реакция специалистов, что он абсолютно прав, более высокий уровень, чем все, что оказалось пока что в этом контексте, фруклянный студентов Геннадзор. Блестящий церковь. Он освоил традиционную ручку, институтальную музыку, участницей Баллаевича и Геннадзор. Он любит ведущий академический музыканат. Какая там особая красота, особая тонкость, особый профессионализм. Он есть опытный музыкант, учился в игре. Так учился, что на одном из концертов, когда он успел в деревне, он так сыграл на гормонии, что один из участников, автентичный Мерсик Ас сказал, «Ты меня продал». Буквально не слава, не слава при этом. Он сыграл, а что тот принял, как автентичный музыкант. Значит, он освоил гитару. Освою гитару очень много сделал замечательных вещей по поводу гитарной трансгрессии. Вот здесь книгу, в данном случае, не все было, но сейчас приведет его большая музыка гитарной трансгрессии, которая уже сейчас, одной из местных из нашего концерта, Маргарита Вавловича уже познакомилась. Кроме того, с этим гитаром мы с ним сделали несколько таких работ для гитар, но мы надеемся, что Маргарита и ее коллеги будут исполнены. А уже польский гитар уже исполнен. Значит, как? Он интересовался количественной жизнью традиционной музыки, как программа «Поликлон» и «Композитор», «Поликлон» и «Торичный ансамбль», «Поликлон» и «Оркестр народа инструментов» и «Ансамбль». Здесь у него очень интересные свои взгляды, позиции, и так далее, а «Метра» здесь. Он выработал особую тодику записи традиционной музыки, в частности инструментальной музыки, которая сейчас бывает заменем «Включение», когда он сам, когда он сам записывал многоканаленно, и это тоже вызвало целое трудное интересы, поэтому эта книга будет разрываться на части, бывает. У нее уже много читателей, которые только что получили. Пусть эти женщины не появятся. Но уже ее читают, уже ее всякими послами пытаются добыть, и не так просто в нынешнем условии. Так что, вот, очень много открыл. Удивительно, будем видеть все. Мы быстро осваиваем эту технику. Появилась тема, самая музыка, все ноты, неожиданно, фантастичная способность. Своила программа в Сибири, что может делать, не набирать ноты тем, мог набирать ноты так, как те, как не могли даже создать эту программу. Но открыл много чего, они сами не предполагают. Ну и много, много чего другого. Вы сегодня скажете, всем, наверное, хочется еще поговорить, послушать. Сегодняшняя наша результация предлагает участие ученых, мы свидетели, частности, редактора, конечно, и коллег, тоже познакомился с ними, решил рассказать о ней. Ну и музыканты. Поэтому, в какой-то мере, концерты покажут некоторые сферы интересов и любящих. будет барбарская песня, будет джаз, импровизация. Он очень справляется, у себя в джаз, более традиционно, не как исполнение, большого текста. Значит, будет, так сказать, другое, видимо, будет традиционная, традиционная музыка, индийская музыка. Ну, так сказать, ну, и потом, отдельно, если в следующие дни, где она пошла, будет извлечься компетент музыки, будет специально освященную память Юрий Ильичев. А сегодня все, что там, в контексте, книг, интерпретации. Я предоставил снова, предоставил предупреждение диссертации. Она, ученый секретарь диссертационного царя, отчества, право для народа. Мне хотелось бы отнимать много времени у вас. Хотелось бы сказать немножко подробного слова, сказать какую-то историю создания этого сборника. Вообще, сборник, скажем, он, у сборника, как и у многих статей Юрия Евгеньевича, очень необычная и трудная пара. Юрий Евгеньевич обладал одним удивительным качеством. Он был настолько затошным, в хорошем смысле этого слова, настолько внимательным ко всем деталям, включаемым им сферам, и поэтому как право статьи, они разрастались до такого достаточно большого обзора. Их не принимали в тот или иной сборник. В общем-то, не она статья постела эту участь. Поэтому в этот сборник вошли статьи, начиная с 70-х годов, первоначально мысль сделать этот сборник принадлежала Евгене Владимиром Михайловне Хазан, и это должен был быть одним из выпусков применника Государственного института. Но, опять же, к сожалению, Евгеньевич не смог писаться в необходимом объеме. сборник вышел из необходимого объема и возникла идея сделать настоятельный сборник. Мне кажется, она состоялась и великолепно получилась красная страна. Действительно, отражающая разносторонность его взгляда, его исследовательских поисков. Это такие кардинальные атмосферы, как традиционная русско-традиционная центральная музыка и барберская музыка. то есть это в общем картина. И она отражает личность самого Евгеньевича. В лавру мне, как можно редактора, еще раз повторяю, достать, в общем-то, не вполне заслуженно, мне кажется, потому что там работали, и работали, и работать с Евгеньевичем было необыкновенно, конечно, интересно, потому что Юрий Евгеньевич председающийся выполнен. Моя работа была, так скажем, минимальна. Но тем не менее было необыкновенно и интересно, и я, конечно, благодарю Юрий Евгеньевичу за то, что мне осталось ответить, и я стала модернатором. Хотел бы еще несколько слов сказать о том, что вот этот испортник, да, он появился первым. Но у Юрия Евгеньевича написано много трудов, которые, к сожалению, еще не вышли в свет, не опубликованы, я думаю, что это не заслужено, великолепнейшая школа гитарной транскрипции, огромный фундаментальный труд, который тоже оказывался такого объема, не мог упустить всего, о чем писал, и, к сожалению, в силу больших объемов он не опубликован. Русская традиционная гололайка, которую сказали, что только что прошел ученый совет, и который тоже, наверное, должен выйти с ее. И грандознейшая онтология русской традиционной инструментальной музыки, он уже подготовил онтологию, тоже, в общем-то, труд всей его жизни, которым он работал с десятых годов. Вот, собственно, все, что хотел задать. Спасибо. Нам должна сказать, что я вот, естественно, очень рада, что она вышла при жизни Евгеньевича, а более того, я рада, что она им подготовлена полностью, была, потому что я человек далекий от музыки, и для меня такого рода издания, извините, вот как кекс судьба. То есть, такого количества нотных примеров, схем, всего вот этого, вот просто, вот, кексы. Вот. И, конечно, только при таком вот тщательности Юрия Евгеньевича, вот, этой вот вниманию в каждую каждую значку, только благодаря этому доносит, я надеюсь, с минимальными, наверное, есть какие-то недочеты, но я надеюсь, что их минимальное количество, потому что, вот, вот, это все делалось, вот, рука у бабушки. И если не хорала какого-то значка, он тут же бежал наверх, тут же, значит, он манерал приносил, мышки, все, значит, мы вставляли это в текст, вот, вот так вот. А другая деталь, то, что тоже характерно, мне кажется, для этого человека, для него не могло быть, мало, много, может, не бывает много. И он в какой-то момент подошел и сказал, вот, вы знаете, вот там вот у меня есть статья, вот, когда я перехожу к другому теме, вот там звездочки, давайте, будут не звездочки, давайте гиезики поставим. Понимаете, то есть, вот, гиезики, не надо звездочек, гиезики. И вот мы наставили этих диезиков, вот, внутри текста. Понимаете, потому, что, вот такую, бытовую фразу, какую-то реплику, он отвечал, песенной строчкой, какой-то там, каким-то стежком, на небом. И вот, диезики, вместо звездочек, это тоже, вот, какая-то черта Евгеньевича. Так что, спасибо. Хотел бы руках подержать, может ли? Ну, я вам говорю пару слов, я не готов к наступлению, особенно. Привет, может, Город, ну, могу сказать, что Юрий Денчик познакомился с моим урочистом со здоровьем и музыкальным художественным, то есть, он видел, как я далеко от его дома писала, моим параметром с подругом. Вообще, центр очень надо рисовать. Потом, он видит мои осписи мастерные, но не знал, что, действительно, я в своей жизни сталкивалась с оформлением книг. Я работала даже с автором молодости, вот, помогала оформлять книги по искусству, вот, но музыкальные книги я впервые оформляю, и здесь я столкнулась, конечно, с некоторыми трудностями, я, так сказать, человек более, как правило, творческий, и мне виделось это более, ну, ярко, так сказать, реально. У меня в суши, если так можно сказать, я сюда вводила яркие цвета, у меня предупланировалась значительно такая сельховая новая сетка, и, ну, это трудно, чтобы пересказать всю гамму, но у меня был настроен более такой позитивный, весенний какой-то, но мне сказали, пожалуйста, не фантазируйте, у нас есть определенные цвета, посмотрите, цвета, сельхи и пастельные, и вот мы сошлись в таком компромиссном в свете горчичных, ну, и, в общем-то, эти композиции эти перекликаются с моими новостями, но, может, я более знакомогатая. Кто видел мои другие эскизы, вы видели другие книги, да, немножко суховатые. Но все равно, я очень рада, что все случилось, и что я за автором помогаюсь. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. А вот в одномше написании обозначено и Алексея Фрюмова, который я нам только что рассказывал, в Терези. Это называется компьютерная верстка, а это тоже сейчас это один из важнейших проектов этого собственно компьютерная верстка означает создание книг, Дальше она просто идёт на машинную часть и всякое прочее. Мне кажется, что здесь отсутствует автор. Она находится в конце, я понимаю. В конце нет. В начале. Ночный редактор. Ну, слушайте, я же сказал, что не только, что всё... Не берите кто-нибудь, а редактор. Любови сказали, да? Ну, а именно от этого у нас, конечно, это замечательное событие, потому что вышла книга из неё и её видела. Наждастся её выхода. Как же её счастье? Мы всё узнаем. Провозим презентацию, как «Дива» и «Дива» и «Дива» и «Венчик». Потому что книга, вот особенно для молодёжи, я очень внимательно посмотрел его заметки по профессиональному по функциональному институту. Вы знаете, надо просто всем кузранам и аспирантам в обязательном порядке давать как методическую литературу. Потому что с точки зрения методики или методологии в отношении к терминологической присущности, к её необходимости или, наоборот, ненужности. Ну, вот рассуждение простое. Мальчик предлагает какой-то новый террор. Иногда Юрий Евгеньевич разбирает его, вот правильно у него по костям. После того, что он занимается, когда увидел статью, кстати, очень любимый мальчик. Он просил... Я был на него за... ...занализированный, наоборот, в этой очереди, в Мальницу. И меня спросили, кому бы не продавить Москву, кому бы не продавить. Кому бы я подарил в Москве, это интересный, что на лаборатории Каз-Семирска, 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 Каз-Семирск, Каз-Семирска, 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 Каз-Семирска. Это специальная функция, специальная вещь, методическая пособия, монументарная. А именно с этим углом бой надо давать методическую работу чей-то. Потому что вот там делали такой очень островный ход, какой-то терминус смартфон. И говорит, есть очень простой тетерик, проверить. Ну, вы бы сказали, ну, извините, но на вширство. Но термин, который... Можно ли без него обойтись? Очень просто. Можно обойтись или нельзя обойтись без этого. Даже в анализе, в описание, в ангетическом описании. Можно обойтись, значит, он уже пустой. Понимаете? Или термин, который предлагают врачи, который используется еще раз на первой странице. И больше книги не встречаются. Какой смысл в таком новом термине? Ну, это... То есть, вот, отношение к тому, что такое научная терминология, а с первой страницы, они... Склонны к тому, что изобретают новые термины. И, как вы думаете, красивые терминологи, как они, как они, как они, как они... Вот, не про ли, работает эта тренировка? Ну, не за этой среды. Я, коллега Владимировича, по Санкт-Петербургскому совещану. Мы очень благодарны ему за давничный контакт уже больше 10 лет. Он... Одно из... Он, например, сертифический программ, который мы исчисляем. И вот уже очень давно, я сейчас не могу сказать, может быть, 8 лет назад, может быть, 7, может быть, 10... Он пригласил меня как-то на одно из защит своих эспирантов из Арабы и Стана. Сказал, что будет очень интересно. Это была первая практическая цитация по рабскому инструментоведению. Я решил. Ну, я сам не чувствую в том смысле, что закончил первую школу и прочее-прочее, но дело не в этом. Значит, я там со мной. Я сел вот так, в фильме салона. Потрясающе интересная была защита. Как всегда, блистящая поступала даже Владимирович. И, а рядом со мной сидит. Вот этот человек. Я так счастлив, что мы готовили сериал. Так вот, сиди-сиди, он так... Иногда так чуть хмыкает одобрительно, слушая... Я вижу, что он все нормально нравится, но и свое мнение. И он мне вдруг говорил. Коллега, а вы что, у нас новый сотрудник? Я говорю, да нет, я просто не пригласил свет, я вот... Через союз ученый. Ага. Но вы вообще что-то в музыке понимаете? Или вы просто... Я говорю, ну, пока что, да, понимаю, понимаю. А вы знаете о проблеме чисто квинта? Он мне говорит. Вот сейчас будут голосовать, будут кидать черные шары, кто будет греют какой-то этот самый интервал, и я во-первых его скажу. Ну, знаете, я сразу с первых слов как-то влюбился в этот человек. Знаете, открытый, обаятельный. Вот никакой распальцовки вообще. То есть, я практически не из этой среды, но вот контакт. Мы пришли, и он говорит, а вам же чем занимаюсь? Я говорю, ну, там, менеджмент, там, системотехника, все. О, так вы технаете. Я говорю, да, тем более меня поймете. И вот стал говорить вот об этом деле, что через квинта, после данного туда, через октаву и так далее, идет накопление ошибки, это самое ощущение. Говорит, вот для диссонанса потрясающе интересно. Значит, короче говоря, обратно сидели, и я вышел вооруженный в новом знании, что все проблемы решаются. И вот когда мы сюда сегодня пришли, потом я с горящего знал, что Евгений Евгеньевич Неслан, мы сюда пришли, и я об этом рассказываю все вот до этого заседания. Алексей Михайлович решил, что он здесь сидит. Это наш тоже замечательный член, а также, что все у меня в pilots, другие исключенные учителя, и все научные советовые, представителиti на это про название, давнейшими буквами. То он, какое впечатление мог бы это призвать на таких вот постановых людей, как я. Я представляю, сколько вокруг него было вот таких, Которому он так судьбово передавал свои знания. Та же бардовская песня, да сколько там таких простых ребят, что он называется. Но он умел, понимаете, вот так великолепно это и не стихно. Презентация к иге проходит в отчестве автора. В декабре Юрий Евгеньевич мне сказал, о, будет презентация, мы обязательно споем в дуэтном варианте песню. Милая моя солнышко лесное, обязательно споем Ганай Митяева. И вот в тройном с Ириной Васильевой обязательно споем песню и бассейн «Самолет-вертолет». Мы говорят, еще что-нибудь посмотрим, придумаем. У нас был очень большой репертуар в дуэтном варианте и фан-сампе Живого очень большой репертуар. Я могу сказать, что все, что написано вот в разделе «Аранжировка бардовской песни», все эти моменты действительно имеют место в наших песнях, и мы именно исполняли так, как там написано все. У нас вышел один диск, 2009-2010 год, на «Атыке». Там 18 песен, называют диск «Не грусти». Мы записывались в домашней студии, причем как бы в концертном варианте, то есть без всяких сведений, без всяких исправлений. Мы как спели, так и записали. Еще он всегда говорил, что «Аранжировка» усиливается, и, по-моему, в книге-то тоже есть, исполнительским какими-то моментами. Действительно, в бардовской песне очень много слова и смысл. И он всегда радовался, когда исполнитель подал стилистику, подал стилистику произведения, искренне радовался и восхищался этим. Большое внимание он отделял общему плану «Аранжировки». У него каждый куплет сделан все время разным. Он все время, это зависит от текста, от места вложения вот этого куплета в песни, от конструкции песни, от развития сюжета, комплиминации, феналов. То есть он всегда отталкивался от драматургии произведения. Я хочу тоже поблагодарить издателей этой книги, и кто виноват части, редакторов, художников, ну и издателей, конечно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, мы с вами очень многие годы. Не только общение с этим домом и профилицией к полу. А кроме того, я часто, ну, и профессионального интереса, и чисто человеческого. Я сделал худельный барок. Наверное, о чем он постоянно играл. Каждая почти воскресенье. И он так вписывался в среду, что все его принимали за своё. И сказать, что тот перед вами сильный, можно сказать, очень крупный человек. И вот исследователь вот той самой музыки, которую мы вместе с нами припеваем, исполняем, создаем на ходу. И вот заодно и изучаем. Ну, конечно, я говорю именно в День Бухарна запоминаниям залога, что Йога был мастером звука во всех его ипостатиях. Вот такой совершенно универсально созданный и очень словечко подобрать, но очень убедительный в каждой своей ипостаси. И высочайший профессионал во всех областях и музыкального исполнительства, и музыкоредения, и композитерского творчества, да. И все вот эти ипостаси исполнительской музыки, через которые он через себя пропускал, и вводил в совершенстве всеми приёмами звуки измечения и естественной жизни прямо на глазах слушателей, когда рождается творчество. И новые варианты. Понимаете, это вот такой, ну, собратель, что называется, он композитор очень широкого профиля. И исполнитель тоже. И все же, мы же знаем, как ипостивики, что все это, музыканты традиционные, они все сочетают все композиции. Да, они не просто исполняют, они каждый раз творят на глазах своих изумков публики. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДумаTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!